добрый день друзья с вами капля мы продолжаем говорить о свободе вероисповедания еще один второй достаточно серьезный мощный камень в свободу совести это свобода проповедовать свои убеждения мы не просто свободны рассказать о том во что я верю но мы также свободны заниматься миссионерской деятельностью мы свободны говорить другим людям истину и привлекать этих людей к это и наша задача не просто рассказать людям о том какой хороший бог но и показать им тот путь по которому им нужно идти для того чтобы достичь познания истины получить спасение и как это делать не просто куда идти но и как это делать и когда мы с вами занимаемся миссионерской деятельностью когда мы с вами привлекаем других людей к иисусу это абсолютно стопроцентно не может нравиться дьяволу и те режимы политические религиозные неважно какие которые управляем и сатаной они в обязательном порядке будут противодействовать этому если вы хотите определить насколько тот или иной политический режим политический строй или там какой-то человек являются они людьми божьими или это люди которые служат сатане главный признак его отношения к проповеди евангелия свобода вероисповедания она стоит на одном из тех камней которые можно назвать камень или право празелитизма право привлекать других людей ко спасению и и знаете вопрос ведь даже наверное не в том что у нас есть это право вопрос знаете в чем что если мы любим людей если мы действительно познали господа если мы получили спасение если мы вкусили вот эту доброту и благость божью а рядом люди которые живут в проблемах в грехах в зависимостях идут в ад в конце концов и мы ничего не делаем то наверное мы не правы мягко говоря мы что-то не поняли до нас что-то как-то не дошло наша первейшая задача быть проповедниками евангелия не для того чтобы говорить правильные красивые и может быть даже актуальные слова наша задача быть теми людьми которые ведут за собой в царство людей они просто говорят как там хорошо и какие мы молодцы и как нас бог любит вы знаете вот эта свобода она упрется в ответственность в одной из программ я говорил об этом она обязательно упрется в ответственность нас будут наказывать иисус говорил вас будут сажать в тюрьмы вас будут избивать вас будут убивать и буду даже те религиозные структуры которые будут убивая вас и может быть не физически оба убивая вашу репутацию убивая вашу жизнь ломая вас через колено они будут думать что это просто их служение перед господом потому что вы неправильно говорите вы не слушаетесь их правил и вы знаете может быть они имеют на это право дарованная им церковью и мы должны принять это как часть нашего пути но у нас есть свобода которую не тюрьма не поношение никакие преследования и гонения отобрать не могут это право это свобода говорить людям о христе и привлекать людей как и и и